11 утра в Израиле, в эфире служба новостей 9 канала, в студии Елена Ландер. Здравствуйте. Сегодня 47-й день операции «Несокрушимая скала». После ночного затишья палестинские террористы возобновили обстрелы Израиля. Ракета, выпущенная в сторону Ашкелона, была сбита системой «Железный купол». Ранее сигнал тревоги несколько раз прозвучал на территории региональных советов Шара-Негев и Сдот-Негев. На границе с сектором газа находится наш корреспондент Сергей Гранкин. Сергей, здравствуйте. Прокомментируйте, как развиваются события. Доброе утро, Лена. Последний час прошел достаточно спокойно после тревоги в 10 утра, когда ракета была сбита над Ашкелоном. Палестинцы не стреляли. Израильская авиация при этом продолжает действовать. Мы слышали взрывы и видели и в районе Бейт-Ханунда, Бейт-Лакия и Саджаия. По всей видимости, авиация продолжает отыскивать и уничтожать позиции ракетчиков, пусковые позиции и позиции минометчиков, потому что главную опасность вот здесь, при фронтовой полосе, представляют как раз минометные обстрелы, которые не сбивают железный купол и времени подготовиться к этому обстрелу практически нет, как это показал вчерашний трагический инцидент в поселке. Кстати, вот армия здесь на въезде в этот поселок, где погиб четырехлетний Даниэль, выставила пост военной полиции и объявила этот район закрытой военной зоны. Ну, классический пример размахивания кулаками после драки. Вчера мы здесь были, здесь все было открыто. Вот только что еще один взрыв в районе Бейт-Хануна, авиация продолжает работать. То есть ситуация здесь по-прежнему такая достаточно напряженная. Лена? Спасибо за информацию. Продолжайте следить за развитием событий. Мы с вами сегодня еще свяжемся обязательно. Террористы продолжают использовать школы и больницы как прикрытие для пусковых установок и минометов. Четырехлетний Даниэль Трагерман, погибший накануне в результате минометного обстрела, был убит снарядом, выпущенным из здания школы. По сведениям из армейских источников, школа, откуда был открыт огонь по израильскому кибуцу, в настоящее время используется как временное жилье для беженцев и находится по соседству со зданием, принадлежащим ООН. Мы знаем, что Хамас использует гражданское население в качестве живого щита и старается спрятать оружие и боеприпасы в жилых домах и гражданских постройках. Мы обращаемся ко всем палестинцам, у которых в домах находится оружие. Покиньте свои дома. В ближайшие часы по ним будут нанесены удары. Глава Политбюро Хамаса Халет Машель в интервью агентству Яу-Ньюс признал ответственность своей организации за похищение и убийство Яля Ифраха, Нафтали Френкеля и Гелиада Шайера. Машель назвал похищение израильтян законным средством борьбы против израильской оккупации. Вместе с тем он заявил, что Хамас, в отличие от боевиков исламского государства, не ведет борьбу против гражданского населения. По утверждению политического лидера Хамаса, боевые действия его единомышленников направлены в первую очередь против израильских военных объектов. А то, что от атак страдают мирные граждане, вызвано недостаточной точностью систем вооружения, находящихся в руках боевиков. Совет Безопасности ООН продолжает обсуждать проект-резолюцию о немедленном прекращении огня между Израилем и палестинскими вооруженными группировками. Предложения, внесенные представителями Великобритании, Франции и Германии, предусматривают открытие всех КПП на границе сектора газа и передачу их под контроль палестинской администрации Абумазана и международного сообщества. «Мы считаем, что нужно создать надежный механизм проверки исполнения резолюции. Разумеется, необходимы определенные гарантии безопасности Израиля. Но вместе с тем следует гарантировать жителям газы возможность жить в мире и заниматься экономической деятельностью. Для этого нужна эффективная международная система инспекций». И сегодня в Каире состоятся переговоры председателя палестинской автономии Абумазана с президентом Египта Абдельфата Хамас-Сиси. Ранее Абумазан встретился с представителями Исламского джихада и Народного фронта освобождения Палестины, убеждая их принять египетскую инициативу. Руководство Хамаса уже заявило, что не примет ни один вариант урегулирования, предусматривающий разоружение боевиков. В завершении выпуска коротко о погоде. Сегодня в Израиле сохранится сухая и жаркая погода. Возможно, небольшое повышение температуры, преимущественно в горных районах страны. К этому часу у меня все. Служба информации 9 канала продолжает следить за развитием событий. Следующий выпуск новостей смотрите в полдень. Новая информация также доступна на сайте 9tv.co.il. С вами была Елена Ландер. До встречи через час. Субтитры создавал DimaTorzok